Че? Такого бага я еще не встречал Представьте идеальный мир будущего Безопасный транспорт Люди со сверхспособностями День-два раза вот это упражнение делают Позвоночник не будет болеть Великие достижения медицины Что? Идеально чистые улицы Представили? А теперь давайте о киберпанке И начнем с того, что трейлер игры Не совсем точно передал тонкости геймплея И особенности графики Поэтому начнем с правильного трейлера игры О да Вот что бывает с киберпанком На слабых компьютерах И на компах, где игра стоит на HDD А не на SSD Потому что там текстуры очень медленно из-за этого прогружаются Но на PS5 этой проблемы нет Благодаря супербыстрому их SSD-шнику Да хорошо Но все равно иногда бывает Замечаешь Прям на долю секунды Для в разгон пошел Будь здорова Спасибо Что? Зашибись Че? Че? Окей Не дритка лоди Растяжку делает? А, там был главный вопрос Бутылка? Да Да, догадан И первый вопрос Который я хотел для себя выяснить Летают ли в будущем машины? Летают Правда, не так, как я себе этого представлял Да Окей И я нашел мою любимую пленку в игре Так же Улетель А, офигенно Еще и дом Пустой Четко Я вам больше скажу Здесь даже мотоциклы летают Да Че произошло? Ааа Зашибись Нифига его кинянуло Да Вообще Личному транспорту Здесь уделено колоссальное внимание Машину можно просто вызвать И она сама аккуратно подъедет к тебе Главное, чтобы это Соединение с сервером было нормально Аккуратно А, да У меня так Байк тоже уехал один раз Я такой Что? В смысле? Ты куда поехал? Плотва, ты куда? Ага Плотва Не так, конечно Хуево Как киберпанк Но тоже С довольно сильными проседаниями Машина приедет к тебе Куда угодно Где бы ты ни находился Она найдет способ Тебя достать Это звучит как угроза Здрась Пипец Ну а если вы по каким-то непонятным причинам Не хотите использовать личный транспорт То вы можете пользоваться общественным Здесь очень удобное метро, например Сейчас Да Но лучше зайцем не пытаться проехать Я вообще знаете, чему удивлен? 2077 год Будущее Почему люди все еще не живут на Марсе Не исследуют разные планеты Населенные опасными хищниками Не воюют против инопланетной дичи Ведь такая возможность есть даже сейчас Ведь спонсоры этого видео Ягер Девелопмент Подарили миру игру Десайкл Это бесплатный шутер А для дополнительного челли Но наполовину побольше В него теперь входит 100 уровней Которые нужно прокачивать Еще всякое Комет на обедах Чудо над Нептуном Кометачивай игру И отправляйся на поиски славы и богатства Вообще многие говорили Что здесь управление транспортом Не приносит удовольствия Не знаю, пацаны, как по мне Это очень весело Да, я помню Я поездил по мусорке Едешь, 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 едешь И непонятно Оно перемещается Да И непонятно, в какой момент Коробочка окажется Железная В какой момент Ты просто с нее прыгнешь И убьешь, что ли И прочее, блин Пытается не утонуть у вас Ну так-то да Да что ж, тебя Да господи Мистер фантастика Отвали Бак это или чувак реально Настолько напечкан Киберимплантами Что может остановить И вот хрен поймешь Бак это или чувак Реально настолько Напечкан киберимплантами Что может остановить машину Ну или это просто Это игра На двух крайностях С одной стороны Невероятная детализация Объектов Но стоит тебе резко Повернуть камеру Как Привет Юнити Как говорится Если взглянуть на нее Немного со стороны То можно немного Окунуться в прошлое Готин Сто процентное зрение Мое зрение Здесь действительно Интересный Открытый мир С которым Реально не соскучишься Вообще В целом Это логично Почему игра Такая требовательная Здесь стоит Только выйти на улицу Как вы встретите Кучу разных объектов Машин Людей И все разные Не похожие Друг на друга Но иногда Матрица дает сбой Два абсолютно одинаковых Все как жизненно Так-то Ну да А А А А А Когда девчули С инстаграма Вышли на улицу Ага Я же не пойду Из тиктока Ля сколько их? Вести кто Когда вы игре Раздавали бесплатный скин И ты после этого Заходишь на сервак Ну я хоть не до ночи Я просто играю Здесь технологии Даже там Где они казалось бы Не нужны Левитирующая пицца Ну видимо так нужно Потому что еда Здесь по всей видимости Реально вкусная За уши не оттянешь Когда я хочу есть Вообще Похуй Дай доесть Дай доесть Не убивай меня И жрём дальше Не стоит есть после шести Да Слушайте А вот в 2077 году Мне будет 80 лет И если я доживу До этого времени То первое что я сделаю Это попробую Что там За бургер такой И помимо всего прочего Здесь отлично реализована Система паркура Что? И вообще Технологии будущего Тотальная слежка Киберампланты Искусственная интеллекция Возможные дроны Представьте Насколько эффективно Здесь должна работать Полиция А она Всё за старое Да Мне это нравится Ты такой просто Рядом стоишь И они нападают Мусор Ка Ви Когда тебя просили Вынести мусор Немного другое Имели ввиду Ну и боёвка Она заслуживает Отдельной беседы Здесь очень умный Искусственный интеллект И враги По-настоящему Представляют опасность Да Это был стелс Если так То я всю игру По стелсу прошёл Но вообще реально Здесь враги Не просто пушечное мясо Они умеют думать Иногда даже Чересчур задумываются Я в своём познании Настолько Происполнился Что я как будто бы Уже Сто триллионов Миллиардов лет Проживаю На триллионах И триллионах Таких же планет Понимаешь Как эта земля Мне уже Походу поймал Макконахи Погрузился В ницшанские настроения Решил созерцать Прекрасное в окно Жаль что он Видит там Только такую картину Красота А ты какая Лепота Ну а на этом всё народ Это был долгожданный выпуск ВДФ и Киберпанк 2077 Выпуски долго не выходили Потому что я сперва Занялся другим выпуском Потом вышел Киберпанк Я решил сделать выпуск по нему И чтобы сделать нормальный выпуск Мне пришлось в него поиграть Чтобы погрузиться И понять о чём вообще рассказывать Поэтому всё Теперь выпуски будут выходить чаще Если вам интересна тема Киберпанка Дайте мне знать Чтобы я знал о чём вообще дальше снимать Ну и всё Спасибо вам за просмотр Всем пока О мой Да Но эти баги смешные скорее А вот баги Когда ты не можешь пройти миссию по сюжету И тебе приходится её перезапускать Тоже печально Ну да Спасибо за просмотр Надеюсь понравилось Если было интересно До скорой встречи Пока Субтитры сделал DimaTorzok